Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить с вами о современной духовной музыке. Как мы уже с вами знаем, это и собрание церковных песнопений, исполняемых в храме, это обиход церковного пения, и светская музыка, обладающая определенным качеством, духовностью, как проявлением высокой гармонии и красоты. Тексты таких произведений могут быть как каноническими, так и свободными, написанными на основе или под влиянием священных книг. Духовную музыку сочиняли Чайковский, Рахманинов, Танеев, Греченинов и многие другие русские композиторы. Наши современники тоже обращаются к этому жанру. Среди них Владислав Агафонников, с творчеством которого мы сегодня и познакомимся. Агафонников Владислав Германович. Народный артист Российской Федерации. Кавалер Орденов Дружбы и Подсчета. Профессор Композиторского факультета Московской Государственной Консерватории. Первый заместитель председателя правления Всероссийского музыкального общества. Субтитры создавал DimaTorzok Это был далекий уже военный год, 43-й год, когда я первый раз пришел в музыкальную школу. Брат меня взял с собой на урок с альфеджио. Вел Николай Николаевич Горновский этот урок. Ну и там какие-то были проблемы у одной из девочек, которая не могла спеть простые там вещи дома. Вот. Ну я сидел, слушал просто, я просто занимался своими делами, что-то рисовал там, сидел за другим столом. И вдруг Николай Горновский говорит, Слава, а ты сможешь спеть? Ну я спел. Вот это вот был первый, так сказать, импульс, который, в общем, дал мне понять, что, в общем, что-то у меня музыкальное есть. Отец мой. Однажды он был хорместером в театре Аперетты. Приехал домой и говорит, что видел объявление о том, что в трамвае висело, значит, что открылось хоровое училище под руководством Свешникова. И он первый вопрос был, ты хочешь быть Лемешевым или Козловским? Ну мы в то время уже знали эти имена и слушали, транслировались оперы из Большого театра в прямом эфире. Все было. Я, конечно, хочу. Вот так поехали. И мы поехали в хоровое училище. Приехали. Ну, Свешников и я готовили, приготовили две песни. Есть на севере хороший городок, такая песня была у Хренникова. И песня о Щерсе. Вот. Ну, я, мне предложили спеть. В общем, в комиссии сидели Николай Иванович Демьянов и Александр Васильевич Свешников. Вот. Я, в общем, был принят в училище. Там вся энергетика, вообще весь музыкальный быт этого училища был настолько активен, что, в общем, там, по-моему, не музыкантом быть было невозможно. Каждое утро мы начинали с хорового пения. Свешников воспитывал очень активно нас в плане постижения старинных мастеров хорового дела. Это и Палестрина, Роланда Ласса. Вот это мы пели уже с малого возраста. И опять-таки, своеобразие этого хорового училища, своеобразие, вернее, хора мальчиков хорового училища, заключалось в том, что мы выдавали продукцию на самом высоком уровне музыкальном. Кстати, в хоровом училище по музыкальным предметам были педагоги, которые заканчивали свое время северное училище. Это Николай Иванович Зимьянов, это Алексей Сергеев, потом Соколов был такой у нас. Это люди, которые были на протяжении всей своей жизни, чуть не со дня рождения, преданы музыке, изучали музыку и знали ее. ПЕСНЯ 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 Добро пожаловать в Казахстан! 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 Я скажу тебе! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Слава себе Твоей! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Свежников меня приглашал аккомпанировать всегда его хору. Ну, хору мальчиков, то есть нашему хору. То есть, в общем, как-то немножко я вошел в эту орбиту, и, в общем, мне было очень, так сказать, интересно и приятно это делать. Вот. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И Свежников как-то, в общем, ну, не то, что намекнул, а сказал, что вот, во всяком случае, меня готовили вроде как бы и на фортепианный факультет. Вот. Вот. И когда я окончил консерваторию, я, в общем-то, уже играл, ну, не знаю, по тем временам, наверное, хорошо. Вот. И я, значит, поступил к ЗАКу, в класс ЗАКа, это замечательно тоже. Мне вообще с педагогом повезло очень. И ЗАК, и Шибалину, которому я учился по сочинению, это были выдающиеся мастера, выдающиеся педагоги. Не потому, что они просто хорошо передавали, у них было что передать. Они занимались, ну, как бы сказать, они, имея громадный опыт своей творческой жизни, исполнительской творческой жизни, они умели передать еще вот эти, ну, как бы сказать, искры своего пламени, будем так говорить. Наша дружба с Владиславом Георгиевичем идет уже давно, да, и началась она, когда мы лично были незнакомы, когда я начал исполнять его в составе, его сочинение в составе хора Московского хороучилища. И мне кажется, что, ну, у нас действительно дружба, творческая дружба, и не только творческая, она и в полном смысле этого слова дружба. Вы знаете, мы практически во всем совпадаем, и даже когда у нас возникают некоторые такие вопросы, да, мы все-таки люди творческие, и каждый имеет свое, так сказать, право на интерпретацию, на слово, мы очень быстро находим компромисс, консенсус, потому что все-таки и Владислав Георгиевич когда-то учился в хороучилище, я его закончил. Это вот такое, я просто понимаю, что со своими, с людьми, которые когда-то учились в этом училище, с ними очень просто работать, и это в разных, так сказать, кругах, в разных сферах, где бы мы ни пересекались, мы всегда находим общий язык. Я думаю, что это вот такая вот связь поколений. Несмотря на то, что это современная музыка, ну, как вы правильно сказали, что она духовная, да, понимание того, что это некий канонический текст, да, и отсюда идет состояние именно душевное, да, и состояние то, которое должно быть передано именно слушателю и зрителю. Я думаю, что вот мера в том, что, наверное, написано, написано произведение так, что для разницы там старых произведений, написанных там век назад, и для современных, для исполнителей нет. ПЕСНЯ 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 Его же, Боже, пострадай, истленья нашу Сохрани неврежден. Сохрани неврежден. Сохрани неврежден. И он тогда начинал учить Всенышеву Рахманову с госхором. И обратил мое внимание на голосоведение, на передачу каких-то чисто оркестровых приемов в хоре. То есть он свежий, хотя он, как говорят, академии не кончал, но он был необыкновенно чуток к музыке и к воспитанию подрастающего поколения. Ну, вы знаете, мой дед, во-первых, был священник, который репрессирован был. Вот, и это, в общем-то, такое, это было табу нашей семье, об этом не говорилось вообще. Для меня сыграло большую роль то, что мой дед был канонизирован. Я посвятил ему вот память его, свое сочинение духовное. У меня был один родственник Георгиевский, который мне подарил вот эту литургию, книгу, то есть весь чин. Там, это его была работа, и там все эти части будущей литургии, они, в общем, там все были прописаны. Мне ничего не оставалось делать, как положить это все там. ПЕСНЯ 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 Ну, я абсолютно верю и Шнитке, который говорил, что в такие моменты, когда пишешь духовную музыку, что-то движет твоей рукой. В такие вот моменты, когда один на один остаешься с нотной бумагой, и какая-то идея идет от слов, которые, безусловно, важны при исполнении любого сочинения, а духовного тем более. ПЕСНЯ Написать духовную музыку, с одной стороны, просто, поскольку там, в общем, с точки зрения гармонических каких-то красок, хотя есть и сочинения с яркими гармоническими красками, но духовная музыка – это, прежде всего, линеарная музыка. То есть там каждый из голосов должен вести какую-то свою интонацию. Я, по мере возможности, старался, в общем, и какие-то знаменные распевы туда включить, чтобы... Одно дело, когда композитор свою, так сказать, волю навязывает, а другое дело, когда он эту волю подкрепляет какими-то истоками, которые в глубине истории находятся. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok После Рахманина Овсеночной, конечно, писать духовную музыку – это нужно быть очень смелым и уверенным в себе автором. Пишут многие, но, мне кажется, не все, так сказать, отвечают вот этому высокому требованию, высокому качеству. Владислав Германович, он подошел очень серьезно, когда он пишет духовную музыку, то есть он изучает все, что было написано до него, он все это знает, с этим знакомится. Ну, все знать невозможно, но, по крайней мере, все направления, все традиции он изучает очень тщательно. Прежде чем что-то написать, он очень внимательно к этому относится и готовится. И его музыка очень разнообразна. Вот если вы послушаете то, что он теперь написал, здесь разные стили в духовной музыке присутствуют. Это отражает разные традиции разного времени православной музыки. Контарович – высочайший мастер своего дела. Во-первых, он музыкант самого широкого профиля. То есть он не только как корабель, он занимался и по симфоническому дирижению, он и пишет музыку сам, делает прекрасные переложения, прекрасные аранжировки. То есть я о нем, как о музыканте, могу очень долго говорить, и все в превосходной степени. У него в хоре поют высочайшего класса музыканты. Это действительно мастера настоящие, настоящие мастера хорового пения. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну, я впервые на вашем канале, который называется «Радость моя». В этом выражении, в двух словах, собственно, все есть, все, и любовь, и сострадание, и милосердие. Так вот, я хочу сказать о человеке с такой чистой душой, как Владислав Германович Агафонников. Вот он и милосерден, он и чист, и его отношение к своей профессии, он живет этой музыкой, он служит искусству, чего уже довольно редко сейчас можно встретить. Он даже, знаете, как бы я бы назвал, он объединяет два мира. То, что было, откуда мы все, и в данном случае композиторская школа, и композиторские традиции, и сегодняшний день. Я играл его в сочинении симфонии. А главное, я учился у него, я был студентом в аспирантуре, да, и вот я гармонию сдавал ему. Так что нам нужно держаться вместе со Славой, и Слава должен учить и, как бы, влиять на эту молодежь, потому что никто другой этого не будет делать. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОЕ ИНОСТРАННОЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОЕ 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 ПОЮТ НА ИНОСТРАННОЕ